Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня необычный формат, сегодня я пригласил Виктора Зубика пообщаться на тему недвижимости, у нас всегда ролики про недвижимость вызывают очень большой резонанс, и я не знаю, почему у людей формируется, у меня, по крайней мере, сформировалось такое мнение, что люди считают, что я против недвижимости. Я сейчас хочу этим роликом сказать, что я не против недвижимости, в целом, как класс активов. Другой вопрос, что недвижимость недвижимости рознь, есть коммерческая недвижимость, есть производственная недвижимость, есть жилая недвижимость, и весь мой, скажем так, ну не то, что негатив, а вот это вот осторожный подход к недвижимости связан, когда мы говорим про жилую недвижимость, потому что жилая недвижимость, она понятна, она предполагает Это относительно небольшой вход для того, чтобы туда войти, тем более, если использовать леверидж, если использовать ипотеку. И поэтому с Виктором я вас приглашаю познакомиться. Человек, который с какого года? Я активно инвестирую, Максим, привет, я активно инвестирую с 2016 года, когда рынок как раз-таки начинал падать. Потому что я помню, что первые активы, которые покупал, условно выбирал что-то за 5,5 миллионов рублей, купил какой-то актив, перепродал, смотрю, а год прошел, и раньше искал за 5,5, а сейчас уже таких по 5 миллионов куча. Вот примерно это мои вспоминания 2016 года. Вообще в целом поговорим по поводу недвижимости. Немного расскажи о себе, как ты к этому пришел, какие есть результаты, какова доля недвижимости сейчас в портфеле и почему. Потому что у нас люди больше, наверное, наша аудитория интересуется фондовым рынком, финансами. И здесь, соответственно, тоже важно и интересно посмотреть, что ты думаешь об этой теме, об этом направлении. Да, да, но как спойлером, я немножко потихоньку сейчас начинаю покупать облигации, да, все-таки осилил. Но на самом деле, вот почему недвижимость для меня, как бы это было в 16-м году, потому что я предприниматель, я там как активный предприниматель, как генеральный директор работаю, там сейчас развиваю компанию Smartland, мы управляем активами, помогаем продавать, то есть помогаем создавать портфель для инвесторов. И у нас узкая инвестиционная недвижимость, но там не в классическом формате, да, куда вложить миллион, чтобы заработать пять, да. То есть я там про стратегию, про долгосрочные инвестиции. Но я сам всегда хочу все-таки, ну, поделиться, делить свое время в бизнес, и я там больше как бы хорош, на мой взгляд, чем в инвестициях. И я выбирал для себя консервативную стратегию, то, что я типа могу купить, сдавать, какой-то там понятный актив. И я тоже где-то в 15-й год и выбирал, куда там условно изучать фондовый рынок, хотя я жутко обожаю, на самом деле, фондовый рынок, все эти графики, я вообще математик, я астроном, и как бы я на самом деле люблю все эти расчеты. Моя история с фондовым рынком – это 2008 год или, блин, 9-й общежитие, первый курс, и я тогда с плечом 1, блин, к 50-ти или что-то такое накупил золото, да, перед тем, как оно выросло, в какой-то момент оно упало, я все деньги потерял, я такой, так, ладно, это не моя пока история, вот, и хотя в целом интересно. И я выбирал для себя просто очень понятный инструмент, да, типа купить условно то, что можно там, не знаю, заработал 3 миллиона, можно там взять в ипотеку, вот, вложил, да. И на самом деле в любом случае инвестиции или интерес к недвижимости, он появился именно тогда, когда я выбирал недвижимость себе для личного проживания, и потом так получилось, что я купил один объект, отремонтировал, продал, он оказался кому-то нужен, то есть я думал, что нет, потом думаю, наверное, повезло, еще раз попробовал, получилось, третий раз попробовал, получилось, да, то есть, и я такой, о, интересно, я стал более глубоко копаться, и потом где-то вот в 19-м году я сделал YouTube-канал, стал делиться своим мнением, и оказывается, что фундаментально, как я подхожу к недвижимости, то есть локация, точки роста, я изучаю там генпланы развития застройки, план строительства со стороны там Москвы, Московской области, новых станций метро, то есть никто, мало кто, на самом деле так копается, в основном люди приходят в офис-продаж застройщику, говорят, застройщик, застройщик, я хочу инвестировать, я инвестор, а застройщик, о, наконец-то пришел наш любимый инвестор, и бери вот это, бери однушку обязательно, да, студии плохо, потому что вообще бомжатники, в них никто не надо, там, большие квартиры тоже никому не надо, там, или денег у тебя нет на большую, бери однушку, лучше метров 40-45, вот тебе будет инвес, да, и люди верили-верили всей этой сказке, да, пока не случился 22-й год, который, на самом деле, очень сильно, на мой взгляд, скорректировал рынок недвижимости, очень много людей потеряли денег на недвижимость, особенно те, кто покупали ее без ипотеки, всякие рассрочки, отсрочки, набрали на... Что значит потеря? Что значит потеря? Потеря вот на рынке недвижимости, что значит потеря? Это те деньги, как они теряют? Возьмем кейс, да, реальную историю, там, женщина из Краснодара продала свою квартиру в Краснодаре, получила 8 миллионов наличных, пришла в агентство недвижимости, там, в 21-м году, они жутко меня не любят, Краснодарское популярное агентство недвижимости, и она говорит, ребята, хочу купить квартиру за 8 миллионов, там, или, там, не знаю, с ипотека, что-нибудь, все в Краснодаре нормально, а они говорят, уважаемые, вам нужно сделать инвестицию на рынке недвижимости, зачем вам квартира в Краснодаре? Если имея 8 миллионов, вы можете купить 2 в Москве, вы сейчас вложите 8, за год заработаете еще 8, у вас будет 16, и вы без ипотеки потом купите квартиру в Краснодаре себе, какую захотите, она такая, красота, сказка, вот этот классический инвестор, да, вот, который существует, ей купили квартиру в СК Сидней Сити, в рассрочку, взяли однушки, в среднем где-то по 22 миллиона, это 35-38 метров, однушки, да, 35-38 метров, без отделки, кто-то брал с отделкой по 25 миллионов, когда рыночная цена в соседних домах стоила... Класс 4, то есть в ипотеку получается? В рассрочку, и тогда ФСК придумывала программу «Купи сейчас, плати потом». Почему? Просто рассказываю, потому что там сейчас около 300 судебных дел, и это только то, что до судов дошло. То есть и брали вот таких наивных женщин, которые сильно не знают там рынок, или брали тех, кто хочет очень быстро заработать денег, из регионов особенно, которые не знают московский рынок, и говорят, смотри, 22 миллиона стоит квартира, зачем тебе ипотека, да, 4 взнос, 18 мы тебе отдаем в отсрочку, перед ключами продаешь эту квартиру, там, не знаю, минимум за 25, и у тебя на вложенные 4 миллиона за год полтора получается 3. Красота же, ну, с точки зрения вложенного капитала. Плюс у застройщика есть там, вдруг они могут выкупить твою недвижимость, они могут расторгнуть договор, там, без штрафа, ну, максимум 10% возьму, да, то есть это как бы хорошая инвестиция. И людей туда погнали, да, и это Инград, и у самолета, и у А-101, есть много таких как бы историй. И ты же сам понимаешь, кто брал квартиру в рассрочке? Те, кому не давали ипотеку. Ну, то есть были дешевые там деньги, ипотеки, то есть особенно там 21 год ипотека была очень дешевая, там 5,7, 5,9 давали до 12 миллионов. И получается, что эти люди набрали квартир, а потом настал 23 год, ФСК пришел, дольщики, дольщики, а, возвращайте-ка деньги, платите за квартиру, они выставляют их в рынок, чтобы продать, хотя бы за 22 миллиона, за те деньги, которые купили, чтобы вернуть свои 4, а по итогу она 18 стоит, или 16 в лучшем случае, да. Да и многие смотрят, а зачем мне брать твое за 18? Еще дом не сдан, да, еще строится. Я пойду за там 16-17 возьму в соседнем доме. Там есть там Сидне-Сити, рядом Freedom есть, да. Купишь квартиру готовую, да, то есть за эти же деньги. И они такие, подождите, нам же обещали доходность. Идут к застройщику, говорят, застройщик, застройщик, а расторгни, пожалуйста, мне контракт. Без процентов, без штрафа. Застройщик нет. Хорошо, а со штрафом? Нет. Там же написано обоюдное согласие. И застройщик начинает судиться из людей, взыскивать деньги. Я думаю, что это было около тысячи ситуаций таких, то есть около тысячи квартир. И около 500 человек заплатили, да. То есть около, я думаю, 200 взяли какие-то ипотеки, кредиты, закрыли. А на 300 человек и там судебные дела. И получается некоторые люди, по факту там кто-то продавал, чтобы как-то уйти от судебных дел, от проблем. Продавали квартиру, купили за 22, продали за 18. Какая прибыль? Минусовая, потому что ты еще за продажу квартиры, за уступку ФСК платишь 360 тысяч или 720 они там брали. И за продажу ты еще брали 3-4 процента, еще 720. Еще полтора миллиона с тебя вот обдирали и забирали с тебя полтора ляма. То есть у тебя еще, мало того, что у тебя было 4 миллиона, ты мог их положить под депозит, которые были в целом тоже неплохие, да. Так у тебя еще убыток, может быть, полтора миллиона рублей. И вот таких ситуаций, на самом деле, на рынке недвижимости их довольно много. Я, ну не то, что злорадствую, да, но я в некоторых моментах рад, что такое случилось, потому что неопытные инвесторы, те, которые вот смотрят в прошлое, да, у меня там друг купил там квартиру за 5 миллионов, а стало 10, или там жена приходит к мужу, вон там, не знаю, моя подружка Аленка, вот они купили за 5, сейчас квартира 10, а что мы как лохи, ты там что там, на фондовом рынке, в своем акции какие-то, облигации или еще что-то, да. Вон, они купили квартиру, стоит 10, и люди велись на как-то торговлю в прошлом. Ну, то есть как бы, а я и типа, и верят, что рынок всегда будет расти, рынок недвижимости. А я говорю, ну нельзя так вообще верить? Так, продолжая тогда, если мы заглянем в будущее, сделать прыжок на, ну давай, мне было бы, думаю, здорово и услышать, и мне лично, и подписчикам вопрос, вот один год, три года, пять лет. То есть... Для тех, у кого нет недвижимости, или для тех, у кого есть тоже. Для тех, у кого нет недвижимости, для тех, кто инвестирует. Я просто объясню очень простую историю, что, например, рассчитывать, например, в следующие там один-два года, что акции принесут какую-то высокую доходность, можно выборочно, да, но широкий рынок, скорее всего, нет. Даже сейчас мы склоняемся у нас в клубе, что проще, лучше переложиться, например, в облигации, потому что, опять-таки, есть ставка рефинансирования центрального банка, денежный рынок облигаций зависит от этого, соответственно, там высокая вероятность, что ставку продолжат повышать, можно увидеть 14-15%, и на облигациях тех же самых застройщиков будет доходность в облигациях на трехлетнем промежутке, там, в районе 18%. Годовых? Годовых. С учетом рекапитализации процентов, а если туда еще применить ИИС, налоговый вычет, то есть там 400 тысяч рублей, не такая большая сумма, опять-таки, даже по рынку недвижимости. 400 тысяч рублей, там 13% налоговый вычет, 15-18% купон, то есть фактически можно там 30% заработать, вот чисто на облигации. Не постоянно, не все время, но, по крайней мере, в следующие 3-4 года это вполне можно сделать. Если, исходя из этого, смотреть на рынок недвижимости, какую доходность можно на этом горизонте ожидать, стоит ли ее рассматривать, какие объемы требуются для этого, то есть чтобы войти, в принципе, в эту сделку, потому что, опять-таки, облигация, номинал облигации 1000 рублей, то есть минимальный размер сделки, ожидание по доходности, за счет чего, по твоему мнению, будет формироваться эта доходность, какова там доля денежного потока, какова стоимость капитализации недвижимости, ну, рост цены, назовем это так, простым языком, что думаешь по этому поводу? Ох, это можно целую лекцию на эту тему прочитать, потому что, там же нужно понимать, так, у вас есть недвижимость или нет, вы хотите в кэш, в ипотеку, да, там вот эти вот тоже разные. Я понял вопрос. Здесь вопрос, еще раз, инвесторы. Да, да, окей. То есть, скорее всего, вопрос с тем, где жить, он решен. Окей, все, мы убираем. Это инвестиционная составляющая, инвестиционный инструмент, жилая недвижимость, Москва. Есть несколько вариантов, которые нужно понимать, это с ипотекой и в кэш, да. То есть, в моем понимании, идти чисто в кэш, сейчас на текущий рынок, вот мы с тобой записываем в октябре 23-го года, довольно глупо, потому что есть дешевые деньги, которые заканчиваются, и лучше пользоваться плечом дешевым. И плюс, мы все-таки находим сейчас в моменте, когда мы на хаях. Ну вот, рынок недвижимости, в моем понимании, если делать аналитику за последние, там, несколько лет. Уточни, дешевый кэш, это сколько? Это 6, 5,7, 8 процентов годовых. Ну, то есть, это открытый рынок, или это уже семейная ипотека какая-то? Ну и господдержка, ну да, 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 то есть, господдержка, ну просто, господдержка, она идет айтишникам, она идет молодым семьям, просто годы. В рамках ипотеки, да, маленький экскурс, да, в ипотеку. Есть ипотека, до 8 процентов, до 12 миллионов рублей в Москве, для любого гражданин Российской Федерации до, от 18 лет, если вы там в браке, то отдельно может получить муж, отдельно может получить жена, вообще без проблем. Здесь семейная ипотека, для тех, у кого она неограниченная вообще в количестве, раз, хоть сто раз возьми ипотеку, все зависит от того, там, портфеля, ну, это двоих доходов. Здесь ставка у тебя будет 5,7, 6 процентов, до 12 миллионов рублей, и, если должен быть, либо ребенок родился после 18 года, либо двое несовершеннолетних детей, и неважно, в браке ты или не в браке. Это довольно большая аудитория, то есть семейку расширили. Есть IT и ипотека, это вы должны быть аккредитованным специалистом, то есть специалистом в IT-компании аккредитованные минцифры, да, и у вас до 18 миллионов рублей разовый кредит, да. Есть еще важный момент, который нужно понимать, семейная IT ипотека разрешает вам покупать квартиры не у застройщиков, то, что я часто говорю. Не надо идти к застройщикам, есть классные варианты, бывают в уступке, то, что вот я сейчас вначале тебе говорил про ФСК, мы активнее, когда клиенты к нам приходят в задаче, они говорят, куда правильно инвестировать? Есть семейная IT или IT ипотека? Есть. Говорю, о, давайте выкупать долги у вот этих вот чудо-инвесторов, их не так много, но мы, получается, часто покупаем квартиру минус там 10-20% от цены застройщика, что в целом неплохо, да, то есть и там есть определенная точка роста. Это условие, что она не завышена. Да, да, нужно понимать, есть цена застройщика, это гребаные фантазии застройщика, я не знаю, как это ругнуться по-другому, то есть это прям фантазии застройщиков, вот он смотрит на продажи, идут хорошо, он поднимает цены, все. То есть кто-то думает, это вот, о, я купил за 20, а на 25 еще стоит, я заработал 5 миллионов? Нет, да, как бы ты заработал тогда, когда ты вышел, продал квартиру, заплатил налоги, заплатил агенту и как бы все вот эти вот моменты. Поэтому если возвращаясь к доходности, да, на самом деле в моем понимании те же 18% с ипотекой, да, когда у вас там бюджет 3-6 миллионов рублей где-то на квартиру есть, плюс ипотека до 12 миллионов, то есть это лото получается от 10 там до 18 миллионов рублей, я сейчас скажу какие, да, можно делать около 18% годовых, в рублях циклом, наверное, в районе 3-5 лет, да, 3-5 лет, почему еще удобная история в недвижимости, потому что тебе не нужно платить налог с перепродажи недвижимости, и мы смотрим рост стоимости капитала и, соответственно, смотрим аренда доход. Но я смотрю в рынок не в формате того, что вся недвижимость растет, покупайте недвижку, да, вот там с плакатом, там эггг, и давайте, короче, залетайте, да, я просто уточню, то есть в районе 18% годовых, среднегодовой доходности, или капитализация, потому что капитализация, 18% годовых, именно, то есть условно, мы понимаем, что мы можем там, допустим, за 3 года, стоит сегодня, условно, да, через год она будет стоить миллион 180, через 2 года она будет стоить еще плюс 18% от миллиона 180, да, то есть в 2 раза вырастет цена недвижимости, почему в 2 раза, за 4 года в 2 раза, да, все правильно, с учетом аренного дохода, то есть мы 5 лет, арендная доходность норма, это в районе 5-6%, мы немножко там процентов, 5-6% это арендная доходность, и остальное к 18% это рост цены, да, но при этом сейчас, вот тоже твоим зрителям скажу, что он говорит, о, супер, пойду покупать, да, сейчас на рынке нету ни одной квартиры, готовой, с ремонтом, с отделкой, которая подходит под инвестиции, их не существует, и если вы купите, и даже купили бы в 22-м году, вы потеряете деньги, то есть недвижимость, готовая на рынке, вот как готовый продукт, да, он подходит физикам-конечникам, и они выбирают относительно своего бюджета, он продал у себя там квартиру в Рязани, у него есть 10 миллионов, он накопил еще 5, и у него 10 одобренной ипотеки, ему нужно решить жилищный вопрос, и он ее выбирает, да, потому что он не готов заниматься ремонтом, меблировкой, и он часто переплачивает, то есть огромное количество граждан РФ, покупают готовую недвижимость, с ремонтом, с отделкой. Сколько переплачивают? Я вижу в среднем около 10-15%, это вообще, давай так, я тебе в метрах лучше скажу, в среднем переплачивают 50-60 тысяч рублей за квадратный метр, то есть разница в Москве, допустим, если мы возьмем новостройку, там бизнес-класса с отделкой, без отделки, то разница в цене сейчас 120 за метр, и вот примерно там всякие флиперы, все остальное, они вкладывают там в короткие дела, какие-то сделки, то есть можно 56 тысяч рублей за метр вложить в ремонт, и ты перепродаешь, ты, соответственно, зарабатываешь минимум 50-60 тысяч рублей за квадратный метр, при сей день там в площади квартиры 40, да, ты там 2 миллиона 400 заработаешь, когда вы видите квартиру готовую, да, тут говорят, о, сейчас там кризис, сейчас я пойду, накуплю, короче, квартиры с наличными, готовых там, с отделкой с ремонта, пока все эти люди там сидят в долгах, нет таких вариантов, на текущем, может когда-то будут, но их как бы нет, возвращаясь к доходности, то есть с плечом, да, мы можем сделать, не стоимость недвижимости, просто вернусь, не стоимость недвижимости вырастет в 2 раза, а вырастет объект на стоимость в 2 раза наш первоначальный взнос, то есть условно мы смотрим, есть 2 объекта, типа которых я смотрю, это студия и евро 3, почему, да, то есть я часто тоже ругаю риэлторов, почему они евро 3 рекламируют, как евро 3 же подороже, там можно побольше денег заработать, все остальное, есть аналитика дом.рф, и она показывает объем, каких площадей, что у нас находится, и самый большой объем, прослайд, 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 я там в цифрах, там все еще не помню, немножко меняется, около почти треть рынка, это однушки от 25 до 45 метров, и это самая неправильная, самая неправильная покупка квартиры для инвестиций, то есть в большинстве случаев, и самый меньше всего квартир, их около 8% или 7, это до 25 метров, 20-25 студии, и евро 3, 45-55 метров, все скажут, это что за клетки вообще, кому не нужны? У нас очень сильно падают доходы населения относительно инфляции, но жилищный вопрос, им решать надо как-то, где-то жить, арендовать, там, ну как бы в этом плане, они не в палатке будут жить, хотя есть уже этот тренд, на машиноместах вилл, парковочные места, палатку ставят, живут, какой-то бред, ну вот, получается, что доходов не хватает, и раньше он мечтал, какой-то там, не знаю, пара мечтала с ребенком, что они, все купят, двухкомнатную квартиру, двухкомнатные метров, там, 60-70-80, да, и поближе к центру, цены выросли, они смотрят, либо там, ближе к МКАДу, да, и такие, о, а нам-то не 60-70 метров надо, а нам нужна эффективная планировка, кухня-гостиная, две спальни, санузел, и маленькая какая-нибудь гардеробная, типа шкаф там, 55 метров, да, и они, получается, идут и смотрят туда, ну, чтобы что-нибудь подешевле, потому что, ну, у тебя там, 55 метров, например, стоит 22 миллиона, да, а 65 метров стоит, там, 28 миллионов, ну, разница большая, эффективность одинаковая по квартирам, ну, с точки зрения личного проживания, получается, они идут в этот рынок, а там вообще квартир практически таких нету, ну, их очень мало, и как только она появляется, даже если рынок ее 22, например, за 24, они такие, блин, 28 или 24, ну, выбор очевиден, из того, что денег не хватает, они идут в эту историю, и то же самое с инвесторами, или с физиками, или квартирами там, для сына, для студента, раньше что брали, там, однушечки, а сейчас берут студии, людей, у которых есть 5-6 миллионов рублей, 7, их намного больше, чем у тех, у которых есть там 9-12, там, в рамках однокомнатной квартиры, и получается там, как раз-таки, спрос выше, чем количество предложений, но когда ты покупаешь классическую однушку, или там, возьмешь двушку, да, вообще обычную, кухня, какая-то гостиная, непонятно, то ли это там, комната, в которой гостей принимать, то ли жить в ней, какая-то спальня, там, санузел один, коридор, какой-то огромный, да, там, метров 8, она вообще никому не нужна, это жуткий неликвид, и получается, что, чтобы вот как раз-таки мы заработали нормальные 18%, мы должны не, мало того, что правильно выбрать объект, так еще и выбрать правильную планировку, и правильную площадь, потому что, в той же истории с ФСК, они часто продавали однушки, по 35 метров, а это вообще была не однушка, а это такая псевдо-студия, то есть, понимаешь, там кухня, но там стена, такая ограждающая, просто, как перегородка была, то есть, жизнью однушку, и получается, у нас большая студия 35 метров, за 20 с фигом миллионов рублей, которые никому не надо, и не однушка это, да, это не туда-сюда, и получается, а им впарили просто неликвид какой-то там по площади, и в цифрах это вообще ненужный объект, и получается, что для того, чтобы на рынке недвижимости выбирать объект, нужна офигенно большая аналитика, то есть, я вот всегда заявляю, что 95% новостройка недвижимости, которая проживается в Москве, это неликвид, если вы купите 95%, есть 100 человек, они пойдут сами покупать на ЦАНе себе какие-то квартиры, 95 человек, скорее всего, купят неликвид, из которого не смогут выйти, даже за те деньги, за которые купили, и с учетом того, что Набиулина повысила нам ставку, у нас ипотека сейчас 14,5%, я недавно посчитал, сколько стоит ипотека на вторичном рынке, на пиковскую однушку, 32-34 метра, да, там есть кухня, спальня, она с отделкой, с анузлом, ипотека получается около 137 тысяч рублей в месяц, на сколько лет? на 30 лет. И у тебя из 137, 2000 тело долго, 135%, то есть вообще красота, ну то есть в формате того, что, ну красота, в кавычках, и нужно понимать, что вторичный рынок сейчас пойдет на какую-то определенную, как бы, коррекцию, то есть очень похожая ситуация на рынке недвижимости, которая была в марте 22-го, очень похожая, дешевые деньги заканчиваются, повысили ставку, есть ранее одобренные ипотеки, все, извиняюсь, ну бараны вот как бы бегут, и такие, ой, у меня там по 11 ипотека одобрена, и берут лишь бы что. У нас в компании большой отдел вторички, мы помогаем, к нам часто приходят собственники, и говорят, вот сдайте нам эту квартиру, да, мы говорим, вы знаете, ваша квартира стоит 20 лямов, а вы с нее получите, ну мы можем сдавать ее за 1050, то есть вот пиковская студия за 7 миллионов, или за 6, тоже 50 сдается, и ваши квартиры за 20 миллионов, тоже за 50 тысяч сдается, мы говорим, вам правильно сделать реинвестирование, вам нужно ее продать, пока хороший рынок, и реинвестировать в какие-то более выгодные институционные объекты, если вы проинвестицию, да, в рамках продажи какой-то вторички, мы понимаем, что ее можно продать, и увеличить доход в 3 раза, и условно с 3%, там с 2-3 мы вырастаем до 6-9, но все-таки к цифрам хотелось бы подойти, можем сейчас разобрать что-нибудь, можем пример взять, то есть к цифрам, к тому, что мы получаем 18% доходности, из которых, окей, средний возьмем 5% это арендная доходность, 13% это рост вложенной суммы, то есть это используется леверидж, это используется заемный капитал, пока дешевый, отношение собственного капитала к заемному в данном случае, 20 на 80, то есть если мы уйдем, то есть 20% это от цены, да, если мы уйдем уже 50 на 50, то у нас уже не получится такой истории, давай попробуем какой-нибудь пример интересный привести, ну, вот вообще, то есть есть вот хорошие там примеры, типа там ЖК Шагал в районе Зела, вот в уступке, у тех, у кого есть семейная ипотека, у застройщика квартиры где-то 23-24 миллиона стоит, ну, давай даже 22, у уступки она бывает 18-20 миллионов рублей можно купить, и тоже в дешевые деньги, мы, например, покупаем со взносом там 6 миллионов, 12 ипотеки, условно, эту квартиру, эту квартиру в рамках вот цикла там 3-5 лет, то есть, ну, даже там вот 5-летним циклом, я точно понимаю, что при вложении там дополнительного капитала, после, когда мы там получим ключи в районе ремонта, в районе 3 миллионов рублей, мы минимум продадим от 30 миллионов рублей, 6 миллионов собственный капитал, 12 миллионов ипотека, еще на 6 миллионов получается, на 6 миллионов ремонт, на 3? На 3. На 3 миллиона, то есть, собственных денег нужно иметь 6 на первоначальный износ, 3 миллиона на ипотеку, то есть, 9 миллионов собственный капитал. Да, и примерно, как бы у нас объекты. И в 2 раза больше мы должны плюс 9 заработать. Да, мы 30 продадем примерно, и еще мы за, там, получается, так как ключи в следующем году, я вижу, там нет смысла, например, выходить из объекта, можно еще получить где-то в районе, мы, допустим, 2 года будем сдавать квартиру, мы где-то еще получим 2 миллиона арендного дохода, минимум. То есть, мы покупали за 18 миллионов, продадим за 30, то есть, получается, цена недвижимости должна вырасти на 12 миллионов. Смотри, сама недвижимость, если мы, допустим, возьмем просто этот район, как пример, то есть, типа, Шагал, условно, есть рядом Зиларт, есть там Нау, Вау, там, Айленд, да, сейчас квартиры с отделкой, там, в Зиле, и в Нау, с такой же планировкой, площадью стоит от 30 миллионов рублей, скорее, там, даже 33 миллиона рублей. Мы же про что рассуждаем, да, я пытаюсь математику свести, да, то есть, мы говорим, инвестиционный цикл 5 лет, то есть, 5 лет мы зарабатываем, ну, то есть, для того, чтобы мы обеспечили ту доходность, про которую идет речь, 18% годовых, да, то в этом случае, она должна вырасти с 12 миллионов до 30, ой, с 18 миллионов до 30, то есть, на 12 миллионов она должна вырасти. Да. При этом, тоже, при всех тех же условиях, мы понимаем, что процентные ставки растут, ипотеки растут, спрос, скорее всего, упадет, цена недвижимости, в принципе, может снизиться, да, и тогда получается, что у нас вот, вот в этом, в рамках этого инвестиционного цикла, в теории, да, то есть, цена сначала нырнет вниз, и мы должны быть к этому готовы. Нас все не волнует. И тогда, почему, кто платить ипотеку будет? Ну, в плане, допустим, допустим, мы ее сдадим. То есть, смотри, мы же сейчас оформляем сделку? Да, сразу. То есть, через год мы получаем только ключи. Да, нам еще платить ипотеку надо. Нам еще нам платить ипотеку, надо ремонт туда сделать, найти, кто у нас арендует ее за? Ну, 100-120 тысяч в месяц. При ипотечном платеже? А если 12 миллионов, это там 60-68, где-то у тебя будет платеж. И из них там 55, это проценты, 10 тысяч тела долга, примерно где-то. То есть, надо не 6, а 9 раз. 2, по сути, год надо будет платить ипотеку по 120 тысяч рублей. Нет, ипотеку по 65. То есть, у нас где-то там, мы примерно полмиллиона будем отдавать на проценты. Но это надо сейчас закладывать. То есть, смотри, не исходя из этого, нужно посчитать, сколько, окей, я заинтересовался, например, вроде бы сейчас все хорошо, нужно подбить математику. Да. То есть, я молодая семья, я под все критерии, у меня дети после 18. Смотри, нам 9 миллионов сразу не надо, да. То есть, можно будет потом рассчитать там формулу сложную, да, но смотри, вот просто базово, да, нам нужно сейчас 6 и иметь на депозите миллион, да, для того, чтобы до получения ключей мы, соответственно, оплатили ипотеку, да, то есть, там 7, например, миллионов рублей. То есть, мы ждем год по объекту недвижимости, дальше получаем ключи, дальше нам нужно вложить 3 миллиона в ремонт-отделку. Зачем нам нужно это делать? Потому что объект, допустим, он около 60 метров, как я сказал, разница с отделкой-без отделкой, это 100 тысяч за метр, минимум, то есть, без учета инфляции. Получается разница в 6 миллионов рублей. То есть, у нас ремонт 3, объект, а разница 6. то есть, мы добавляем ценность, да, мы увеличиваем ценность к стоимости объекта недвижимости. Плюс, если мы берем район Шагала, то это развивающаяся часть, там откроется Новосимоновская набережная, откроется станция метро, ЗИЛ, там Берлевская ветка пойдет, там будет своя марина, это близко к центру, да, и это большая, большой редевелопмент территории, да, когда раньше было предприятие, это называется джентрификация, то есть, выбирали предприятие ЗИЛ, вынесли там его за черту, или полностью там снесли черту города, и по итогу там строят большой микрорайон, да, и я понимаю, что если мы даже вот смотрим текущий рынок, с учетом там промки других моментов, то сейчас там квартира такая стоит 30-35 миллионов рублей. Я понимаю, что действительно цена может скорректироваться по этому объекту, но с учетом развития объекта и самой инфраструктуры. А на сколько скорректироваться? Ну, в районе 5 миллионов она может. То есть она снесется. Да, она может рыночную, то есть не этот объект, то есть эта квартира, то есть она не будет падать, то есть, ну типа, ну окей, может там 17 в какой-то момент, какие кто-то какие-то физики будут продавать, но у нее нет предпосылок к какой-то конкретным снижению. То есть, если бы реально мы ее брали за 30, вот в чем плохо, вот есть рядом ЗИЛ, да, ЗИЛАР, и вот те, кто пойдут сейчас купят за 30-35 миллионов готовую квартиру с отделкой под аренду, сейчас услышат, о, Виктор сказал, что можно сдавать за сотку, за 120 тысяч, и как бы это реально так можно сдавать, но они, купив ее за 30 или 35, рискуют, что через год или два стоимость их актива снизится там до 27, там 32 миллионов рублей, например, или 30 миллионов рублей. И какая это аренда, то есть, ну окей, два года, за два года получил аренду, два миллиона, купил квартиру за 35, продал за 30, у тебя убыток 3, да, не считая там недополученный капитал. Ну смотри, здесь получается, во-первых, ну, как я это смотрю, знаю аудиторию, которая у нас подписана, да, получается, что в любом случае, в следующие 12-18 месяцев нужно быть готовым, а, первоначальный взнос, обязательно, как минимум ребенка сделать, если молодая семья, либо стать айтишником, либо стать айтишником, с, нужно быть готовым еще 3 миллиона вложить в отделку и временную отделку, окей, можно не вкладывать, на круг, на круг получать, можно не вкладывать, можно перепродать, окей, но меньше доходность будет тогда, то есть у нас, то есть на круг 10, 10 миллионов, да, ну по сути, да, если мы говорим, и это не в деньгах, леверч по сути берем, у нас еще 12 миллионов в ипотеку, тогда, как ты считаешь, какова доля недвижимости должна быть в инвестиционном портфеле, то есть мы здесь сейчас про что говорим, на рынке акций, кому это подходит, не то, что кому это подходит, то есть какой размер портфеля инвестиционного должен быть у человека, ну то есть ты можешь сказать, в недвижку половину, да, и тогда получается, что если 10 нужно вложить, то как минимум инвестиционный портфель должен быть 20, или там в недвижимость 10%, да, и если 10% 10 миллионов, это получается, что 100 миллионов должен быть капитал. То есть какова доля недвижимости, как класса активов должна быть в инвестиционном портфеле, как ты это считаешь. Сколько у тебя? Раз. Иногда бывает, что у человека есть понимание, но по каким-то причинам там бывают перехлёсты какие-то. То есть сколько должно быть недвижимости, сколько у тебя недвижимости. Ну и, соответственно, мы просто сейчас пришли к некой такой математике, что, опять же, чтобы получить условно сопоставимую доходность, там много чего было сказано в адрес застройщиков. Может быть, тогда просто застройщику в долг дать с эффективной доходностью 30% и от 400 тысяч рублей. То есть это меньше, скажем так, сумма меньше. Я не вижу людей, которые бегают с высунутым языком, пытаются десятку куда-нибудь пристроить. Но людей, у которых есть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Следующая группа вопросов касается вот этих вот параметров. Я понял. Смотри, во-первых, если у вас меньше, чем полтора миллиона рублей, лучше 2, да, вот я считаю, что 2, то есть полтора взнос и хотя бы 500 тысяч на депозите, то вам нечего делать недвижимость. То есть вот это прям базовый момент. Это мы про Москву говорим или вообще про Россию? Да вообще в целом. Я как бы, на самом деле, то, что в России, всё равно там объект самый дешёвый, там всё равно 5 миллионов рублей в Краснодаре, например, где-то будет стоить. Ну могу поспорить. Но я, знаешь, просто вот сам как смотрю, да, на какие-то определённые вещи. У нас есть спецоперация, у нас есть люди, которые получают деньги по контрактам. И я сам могу сказать, что условно там в наследство получил определённая там недвижимость, отец год назад умер, да. И суть в том, что квартиры очень сильно растут именно в тех регионах. То есть получается, что если мы говорим о каких-то агломерациях, каких-то крупных вещах, да, то есть оттуда призывается примерно столько же людей, сколько призываются с районов, с районных центров, да. Но если брать процентное отношение к численности населения, то, соответственно, в городах призывается меньше, чем, допустим, по тому же самому району. И я, например, это смотрю на последствия второго порядка из разряда. Они получают зарплату, они получают по контракту, немалые деньги для регионов, да. И получается кто-то, особенно эти ребята, да, то есть они, скорее всего, в этом регионе останутся. Или посмотреть там в областной центр. И поэтому я для себя какие решения принимаю? Посмотреть, сколько в каких регионах призывается призывников, исходя из этого, может быть, искать точки роста вот в таком порядке, да. Я так не люблю, я понял, потому что ты говоришь, ну, что-то шли. Для меня недвижимость, вот тебе, как бы, для меня должна быть понятна точка роста с точки зрения градостроительства, да. То есть они с точки зрения, то есть, ну, они могут получить деньги там и пропить. Ну, то есть я не знаю, что они будут с этими деньгами делать. Я смотрю в градостроительную историю. То есть развитие дорог, метро. Деньги-то получают родственники сейчас. Вот именно. Я не знаю, куда они их будут тратить и что они с ними будут делать с этими деньгами, поэтому я не могу на этот вопрос как бы ответить. То есть я для меня, типа, там, допустим, ну, тоже почему я в Сочи не инвестирую? Там очень мало проектов по федеральному закону, который строит сейчас еще ограничения, мораторий. И для меня, например, стоп-фактор. То есть Сочи для меня, как только уберут мораторий, да, потому что это же искусственно держит определенные цены. И когда зайдут крупные застройщики, типа Пик, ЛСР, там, эталон, вот, то есть, тогда я буду рассматривать эти регионы. Что касается Москвы, сейчас пытаюсь вспомнить по вопросу. Вопрос был такой, на том, на чем мы остановились, да, то есть если у тебя меньше полутора, а вернее 2 миллионов, забудь про недвижимость. В моем понимании бессмысленно. Особенно самое плохое это, о, а я же могу взять ипотеку и кредит на 2 миллиона, чтобы взять первоначальный взнос. Виктор, рассказывайте, хорошая доходность, и получается мы там заработаем деньги. Нет. То есть недвижимость, нужно понимать, зачем вам недвижимость. Если у вас небольшой капитал. Инвестиционный. Да, 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 инвестиционная недвижимость. Я всегда люди задаю, зачем? Они говорят, я хочу заработать денег, да, или там много денег. Это прям неправильный вообще ответ. То есть если вы хотите заработать много денег, не знаю, там, развиваете себя как специалиста, можно реально рассматривать фондовый рынок, можно условно просто даже на депозит в некоторых случаях проще там положить деньги. То есть недвижимость это для сохранения капитала и диверсификации вашего портфеля. То есть когда у вас есть всего 2 миллиона рублей, и вы эти 2 миллиона рублей вкладываете в инвестиционную недвижимость, а сами живете в арендной квартире, это очень глупо. Цель, почему люди приходят в недвижимость, скорее другая. Вот человек, он говорит, у меня есть там 30, вот он, например, продал, да, свою квартиру. То есть у него досталось или по наследству, или он когда-то купил там что-то, жил в ней, чуть-чуть прозазбогател, он живет в арендной какой-то квартире, да, себе снял нормальную хату там за 300 косарей в месяц, и ему не нужна вообще та квартира, она в аренде какие-то копейки приносит, или вообще он ее не сдает, и он ее продал. И он ее продал, у него есть, например, вот 10 миллионов на руках. Просто там кейсы, там человек, у него влюблено где-то была квартира, просил, мы ее продали за 10 миллионов, да. И он хочет этот же капитал оставить в недвижимости, да, и использовать от государства дешевые деньги, которые ему сейчас дают. IT-ипотека, семейная ипотека, он хочет воспользоваться. У него есть бизнес, он занимается своими делами или как профессионал, у него есть какая-то своя там заначка, да, то есть какие-то там, ну, в кэше деньги, да. Или продал за 10 и говорит, ребята, хочу там 4 миллиона оттуда забрать, или половину там использовать, там, не знаю, депозит, куплю валюту, там, не знаю, слышал, что, не знаю, вот какая-нибудь хорошая компания в рамках там дивидендной, там, сургут нефтегаз, условно купил, что угодно. Хочу 5 миллионов в недвижку вложить, и есть 12 семейной ипотеки. Это правильный запрос, да. И от этого идет, отталкивается, о, смотрите, какой правильно подобрается район, объект, задачи, давайте студии не будем рассматривать. Вот у вас 15, а давайте, может, лучше 2 студию купим, да. Зачем? Потому что каждую можно купить тоже со вносом там по полтора миллиона рублей, по 2, и можно даже в одном доме купить, и часто дом достраивается, и у человека вот этот вот диссонанс. Так, цена выросла, хороший объект, хочу продать. А зачем продавать? Где же будет еще развиваться, построится дорога, метро, заселить все дни дома, стоимость вырастет, скорее всего, объекта. И арена ставка хорошая. Я часто говорю, ну, и вот этот вот момент у человека, он купил какую-то большую квартиру или там однушку, а ему нужно или он хочет 3 миллиона рублей достать. Вот ту проблему, которую ты рассказывал тоже. И поэтому говорю, возьмите 2 студии, одну квартиру для спекуляции, для перепродажи, или вы даже 2 берите в аренду, но вы одну можете продать в тот момент, когда вам удобнее, чтобы достать часть денег из этого как бы объекта недвижимости. Тогда нормальная история. В основном мы рекомендуем, возьмите 2 студии, одну можно перепродать до получения ключей, мы ее купили как бумажную недвижимость, продадим как бумажную недвижимость, нам не нужно платить налоги, обслуживание, расходы, принимать, контролировать, страховать. Второй объект, например, можно ставить в аренду, сделать ремонт, меблировку или просто меблировку, увеличить ценность этого объекта и продать, например, там через N период, для того, чтобы особенно у вас не было налога вообще на имущество. И при этом продать по полной цене и обелить свои доходы для государства. Вот это нормальная история. И в рамках процентов, действительно, в моем понимании, в недвижимость, жилой там, это там от 25 до 50 процентов может быть в портфеле у человека, а идеально это все-таки 25 процентов, да, если мы говорим про состоятельных людей, у которых там, ну типа около миллиона долларов. Вот если у вас миллион долларов, то я считаю, что примерно 250 тысяч долларов может быть в жилой недвижимости, и 250 тысяч долларов я бы рассматривал какие-нибудь там запифы, логистическую недвижимость, складскую недвижимость, то есть коммерческую недвижимость, до 50 процентов, да. А остальную часть, ну как бы, купите облигации, я не против, вообще замечательно. Или вложите в собственный бизнес. Есть кейсы, когда... Ну смотри, просто я к чему подхожу. У нас речь идет о том, что все-таки аудитория такая широкая, тут начинаешь говорить о доходе в 50-100 тысяч рублей, уже начинают гнилыми помидорами забрасывать в комментариях, где вы такие зарплаты видели. Как бы ты поступил, человек, который... Можно кейс описать. Который, который... Как бы ты поступил, как человек, который связан с недвижимостью, у тебя такой запрос, да. Ты хочешь изменить мир к лучшему, и ты хочешь обучить людей, да, там, осуществлять эффективный транзит капитала, разницу между доходами и расходами в будущее. Средняя зарплата, давай возьмем там, я не знаю, 80 тысяч рублей. Это и в Москве повыше, в регионах поменьше, в среднем по стране условно 80. То есть есть молодая семья с доходом 150-200 тысяч. Соответственно, недвижимость арендует, накопили 500 тысяч рублей. Что им делать? Вот как ты считаешь? Копить дальше, но... Как? Это уже другой момент. Я тут не скажу, то есть, на самом деле. Потому что, как бы, там, копить, там, через, там, недвижимость, да, там, наращивать капитал, имея 500 тысяч рублей, это не подходит. Вот недвижимость, это консервативная, безопасная стратегия, когда у тебя деньги ляжку жгут. Вот она в большей степени, в моем понимании, для этого. То есть, когда у человека, вот, ему пришло десятка на счет, откуда-то с продажи, премию невероятную получил, там, продажи недвижимости, не знаю, машину продал, да, вот было две машины в семье, посмотрели, цены выросли на машину, да, да, там, есть 500 тысяч, я не использую. Хорошо, даже мы в этом случае упираемся в то, что, но если подходить к вопросу, да, история связанная не выбирать между недвижимостью и какими-то альтернативами или-или, да, а выбирать все-таки вот и. То есть, получается, в твоем понимании, что недвижимость должна быть сама по себе недвижимость, половина от инвест-портфеля, при этом эта половина, она делится еще пополам на жилую недвижимость и на коммерческую какую-то недвижимость. Ну, либо апартаменты. Но опять мы говорим о капитале в миллион долларов по текущему курсу, это где-то 100 миллионов рублей. Смотри, я про 10 скорее говорю. 10 миллионов, то есть, получается, тогда, если 10 миллионов рублей уже мы получили, да, 10 миллионов, половина это, вот, половина аллокации, это на недвижимость. Да. И здесь мы уже не разбиваем на... И можно купить как раз две студии, у нас на каждую получаются вот эти 2-2,5 миллиона рублей, которые базов... Ну, ты же еще левереж берешь. А я как раз учитываю. То есть, если в формате примера... Здесь, ну, то есть, из разряда, даже если я беру левереж, да, все устроено таким образом, что ипотека низкая, первоначальный износ мы уже заплатили, ремонт мы уже туда зашили, и мы будем сдавать ее за такие цены, что 5 лет... Давай я объясню. У меня будут окупаться платежи по ипотеке. Это ключевой риск. Да, да. Почему много так об этом говорю, да, потому что у меня у самого в семье болезненная ситуация, да, то есть, у меня сестра, они брали ипотеку, это там очень много косяков было, да, то есть, доходы были в рублях, ипотеку брали в валюте. Но сама по себе история для людей была болезненная, да, особенно для женщин, которая купила, там, вкладывала потом еще в эту квартиру, ремонт делали, всю технику ставили, потом со слезами на глазах просто вынуждена продавать, потому что левереж неправильный. Но здесь я не столько про неправильный левереж, сколько можно недооценить. А, во-первых, со своими доходами может это произойти. Элементарно, да, мы считаем, что люди получают зарплату 80 и 80. 80, супруга рожает ребенка, все, она в декрет ушла, у нее 80 нету. Соответственно, осталось 80, да, и Алис. Второе, арендаторов нет, которые будут за такую цену снимать. Ладно, хорошо, смотри. Допущение. Я попробую снить. То есть, когда у вас маленький капитал, то ваш инвестиционный инструмент, это не евротрешка или студия в Шагале в бизнес-классе, которую нужно делать ремонт. Точно нет. Если у вас маленький капитал, скорее, самый подходящий инструмент для вас, это пиковская будка, студия, вот эта 20-метровая с отделкой, которые легко сдаются, перепродаются. Гаражи, вон говорят, можно, машины, места, кладовки. Для меня недвижимость, это должно быть хороший, качественный актив. Я должен понимать, кто и почему его купит, арендует. Можно пойти купить самолетовскую новостройку в картофельных полях, которая нахрен никому не нужна, и ты купишь за 6-7 миллионов эту студию, потом продашь за 5,5. Куча таких примеров. МИТСовских проектов за МКАДом куча. Продают новую-новую Москву по Троицкам с мечтой, что метро будет в 30-м году, с какими-то такими моментами. То есть там куча ошибок. Базовый инструмент, который я часто говорю, почему я говорю 2 миллиона. Я просто много раз эту сумму рассчитывал. Пиковскую студию в среднем можно купить в районе 6 миллионов рублей в ипотеку. 1,5 миллиона рублей наш первоначальный взнос. Это чуть больше даже 20%. Мы берем кредит 4,5-5 миллионов рублей со ставкой 8%. Мы берем не семейную, а обычную льготную ипотеку, которая доступна любому человеку от 18 лет. Платеж у вас по этому кредиту в районе 30-33 тысяч. 28-30 тысяч процентов, там 3-5 тысяч гасит от тела долга. Там зависит от банка, от условий на 30 лет. В среднем стоимость объекта на ключах, который оценивается не за счет роста рынка, а мы смотрим соседние объекты, почем продаются там вторички. Мы понимаем, они там, например, 7,5-8 миллионов. При этом, когда мы покупаем эту новостройку, мы понимаем, о, сюда приведут МЦД, метро, снесут промку, построят реновацию, да, то есть, ну, район сам станет приятный, да, то есть, по каким-то градостроительным моментам, которые уже не в фантазиях застройщика, а утверждены Сергея Семеновича Собянина, да, что это будет вот так здесь. И мы, получается, вкладываем, например, полтора, да, то есть, у нас за там, допустим, до ключей у нас где-то это 18 месяцев, это 504 тысячи там где-то выходит. Из них всего лишь 70 тысяч, это тело долга будет, остальное процентом мы заплатим. Мы взяли этот объект, получили, можем сдавать. В аренде, соответственно, этот объект будет в районе минимально 40 тысяч рублей. То есть, у нас десятка дополнительных всегда будет. Студии сейчас даются за 7 дней в среднем. Если кто-то не хочет платить, нет денег, иди, арендатор из этой квартиры, это бизнес. Ну, вас в отеле никто не ждет, да, у вас нет денег, вам заблокировали вход, и никто не будет соглашаться на какие-то уступки. Я считаю, что в аренде такая же история, когда мы говорим про инвестиции, да, а не благотворительность. При этом мы понимаем, что сам по себе объект может подрасти в рамках какого-то периода за счет развития самой локации. Мы не берем рост рынок, инфляции и прочие моменты. И, получается, мы получили ключи, перед ключами мы понимаем, что с него продавать либо сдавать. Я рекомендую какой-то период посдавать этот объект недвижимости и потом продать. И, условно, заработать нам, условно, 2-2,5 миллиона рублей за период в районе 3-4 лет на вложенные 1,5 плюс какие-то проценты, это очень легкая задача. Плюс в рамках, вот как ты говоришь, ИИСа можно кэшбэк получать. А если вы ни разу не покупали, не инвестировали в жилую недвижимость, у вас есть 260 тысяч налоговый вычет, который вы получаете, и 390 тысяч можно вернуть процентов по ипотеке. Притом, даже если у вас нет официально... В условии, что есть налог 13% официально уплаченный. Есть еще важный момент. Если вы захотите перепродать недвижимость раньше срока 3-5 лет, у вас возникнет налог, и у вас возникнет НДФЛ. И этот НДФЛ, то есть налог с продажи, можно не платить и можно компенсировать вашим НДФЛ налоговым вычетом либо по проценту. Потому что у вас в этот момент образуется НДФЛ. То есть 13% с перепродажей недвижимости. То есть вы можете делать взвести дороже. То есть недвижимость должна, получается, вырасти на... Хотя бы 2-3 миллиона. Но сама она вырастет на 30-40%, не больше. То есть не сама в стоимости. Это вот суперконсервативный вариант для любого человека. Почему? Потому что мы всегда можем ипотеку перекрыть арендой. Этот объект очень легко продать, потому что он недорогой. И людей, желающих купить квартиру в Москве, хоть в каких-то инвестиционных целях или для жизни, даже если 20-метровая пробудка, их очень много. Это очень легкий инструмент с учением продажи. Вот если она уже купит однушку, да, берет к брокеру. И они говорят, зачем вам студия? Возьмите однушку, да. Она уже там не 6 миллионов, а там 10 стоит. У тебя ипотека уже может быть там не 45, там 50 тысяч, а 55. А аренда потенциально 50. А однушек в этом доме много. Час на лестничной клетке. Мы смотрим там вообще там, не знаю, 3 двушки, да, одна трешка, 2-3 студии и там 5-6 однушек. То есть у тебя конкуренция значительно выше. То есть и есть шанс, что ты как бы в ноль сработаешь с этой историей. То есть это очень простой путь. И самое важное, мы на каждом этапе, да, то есть там до получения ключей платим ипотеку, потом решаем, о, продавать либо сдавать, да. Давайте до ключей, зачем нам эта собственность, да. Давайте продадим этот объект недвижимости. И мы потихоньку наращиваем капитал. Но недвижимость, вот если ты вот эту вот семью какую-то взял, у которой нету, например, там своей недвижимости, инвестировать в недвижимость стоит, если ты по итогу хочешь купить себе недвижимость, в которой ты хочешь жить. Если у тебя нету недвижимости, и ты хочешь инвестировать в недвижимость, чтобы заработать денег просто, да, то я бы не шел в эту историю. Мы уже это согласовали, что своя недвижимость есть, есть инвестиции, да, то есть непосредственно нужно создавать. Ты же захочешь улучшить, возможно, жилищные условия свои. То есть человек же всегда, он же зарабатывает деньги. Зачем люди инвестируют? Чтобы жить лучше. Безопасно, комфортно, ездить на хорошей машине, летать на хороших самолетах. То есть мы хотим жить не в семье, не в 40 метрах или 50, а хотим хотя бы нормальный 100-150 метров, высокие потолки, нормальный вид, а не в забор, да. То есть по итогу мы же можем инвестировать в недвижимость, чтобы накопить активы инвестиционные в недвижки и, соответственно, улучшить жилье. Но самое вообще правильное то, что вообще я за что топлю, да, я тоже за аренду. Но я говорю, арендовать, только арендовать и не иметь активов в недвижимости, это неправильно. То есть часто действительно трешки, они вообще невыгодные в инвестии, в аренде. И правильнее трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру большую арендовать. Но кто вам мешает купить 3-4 студии, которые будут сдаваться каждая там по 50-40 тысяч рублей? Ну кто мешает? Опять первое, ну я думаю, что, наверное, так будут комментарии, кто-то возразит. Во-первых, порог входа все равно приличный. То есть 2 миллиона это как минимум на один объект. Второе, опять, даже 2 миллиона при прочих равных условиях для кого-то это очень большие деньги. Не надо вам недвижимость. Ну 50 тысяч рублей дохода, да, то есть мы 2 миллиона разделим на 50, сколько мы получим? 40 месяцев работать. Но я же возвращаюсь к своей истории, да, вопрос диверсификации. То есть даже 2 миллиона в твоем понятии, в рамках твоих клиентов, с которыми общаешься, это не такие большие деньги, всегда есть откуда взять условно, да, чтобы непосредственно вложить. Но я, например, человек, который предпочитает все-таки вот в этой стране Среднестане жить, да, а не в Крайнестане, да, то есть я понимаю, что все равно это будет только одна студия. При этом, если, например, мы говорим о сумме 2 миллиона рублей, то есть облигации, например, того же пика 1000 рублей, акции Сбербанка 2,5 тысячи рублей, да, то есть это некая такая диверсификация. И опять вопрос, зачем? Вот очень хороший вопрос, да, зачем? Улучшить жилищные условия, и тогда это некая такая инвестиционная составляющая. И здесь я вот как бы тоже хотел задать вопрос, а что, если не получится продать, а что, если цена не вырастет, что в этом случае будет с денежным потоком, какова будет рентная доходность на вложенный капитал? Здесь на самом деле то же самое, что если я купил. В самом плохом случае, да, пример с акции. Купил Сбербанк там в 2008 году по 100, он упал там до 15, да, без плечей. И, соответственно, у меня вопрос, а что вот мне делать? Вот у меня остались акции Сбербанка по 15, недвижимости купили за 10. Мы сравнивали фондовый рынок и недвижимость, и получается так, что если вы купили объект в ипотеку, да, то даже если какие-то колебания рынка, и вы вышли с большим плечом, то есть зашли, не знаю, со взносом даже 15%, у вас 85% плечом. 0, 84%. То если объект там чуть упал, да, даже на 50%, да, что невероятно для текущего рынка недвижимости, да, и нет ни таких предпосылок с учетом планов Путина с точки зрения поддержки рынка, то есть рынок недвижим для нас это основополагающая отрасль, которая дает кучу налогов сейчас для всех. Хоть для ремонтника, который розетки в вашей квартире будет ставить, да, или для банка, для ипотечника, это большая экосистема, которая, если что-то с ней полетит, то ее нужно поддерживать. И в целом, если у тебя говорят там про китайский, кризис японский, я в такие истории верю, ну, после 30-го года. Но если вот в рамках текущей ситуации, то рисков, то есть если вы взяли, пошли, купили готовую недвижимость, вот за 8 миллионов, да, а не за 6 стройку для инвестиций, то здесь есть риск, что из 8 это станет 6,5-7 миллионов рублей. Когда мы берем стройку, правильно подобранную, то и взяли в дешевые деньги, то рисков, что она станет 5, ну, как бы, это, получается, рынок, да, должен с 8 за объект упасть до 5. При этом мы говорим про очень узкую группу объектов, почему я вначале говорил про студии, евро 3, вот этой площади. Мы очень говорим про очень узкую группу объектов, которых очень мало на рынке и которые очень ликвидны и в аренде, и в продаже. То есть и вот здесь рисков у нас мало, и даже когда кризис был, получается, там, 14-го даже года с точки рынка недвижимости, на небольшие объекты, типа студии там и там маленькие какие-то малогабаритные однушки, цена сильно не упала. Основная проблема была там с трешками, там стоили, не знаю, там по 25 миллионов, стали по 17 миллионов рублей стоить. Там в этом, как бы, есть основной момент такой рисков. Но при этом, действительно, если у вас там меньше двушки, ну, типа нет, там двух миллионов рублей, я считаю, что вообще нет смысла инвестировать в рынок недвижимости, то есть идти там и пытаться что-то делать. При этом, опять же, когда я говорю, типа, есть там большая квартира, там трешка, четырешка, которую вы будете снимать за 100-150 тысяч, возьмите несколько студий. Мы же про уровень доходов говорим, да, то есть вряд ли, если у вас доход 80 тысяч, вы мечтаете или хотите, вам выгоднее там арендовать за 150 тысяч квартиру. Поэтому тут всегда вопрос, зачем вам вообще вот это инвестиции, зачем это недвижимость, да. Если вы хотите заработать быстрых денег, нарастить свой капитал или вы хотите заработать денег на первоначальный взнос, не подходит. Есть одна история, вы, например, взяли квартиру в рассрочку себе, да, выгодную, ну, условно, там, как бы, а у вас деньги есть, да, то я говорю, о, супер, эти деньги можно положить в депозит, акции, облигации, либо вы можете сделать несколько инвестиционных вариантов для спекуляций в недвижке и, соответственно, там, заработать и продать. Такие, как бы, кейсы, они могут рассматриваться. Там нулевые ипотеки, тоже была выгодная история. Ну, 60 миллионов взяли в ипотеку нулевую, там, взяли пять студий, у него платёшь 180 тысяч рублей в месяц, там, по ним, там, 180 тысяч он гасит тело, то есть у него там процентов 5 тысяч рублей. Вот. А он эти деньги, там, 60 миллионов положил на, там, вклад, вложил в свой бизнес, ну, то есть, как бы, на другие абсолютно инструменты. И, ну, как бы, отвечая, типа, на вопрос, какой портфель, баланс, я не знаю, какой, ну, вот, прям, 30-40, мне кажется, да, что это разумно. У меня это сейчас российской недвижимости 70, зарубежная около 20%, остальное, соответственно, это валюта. Ну, то есть, если не смотреть, там, типа, мою, как компанию, да, Smart, как актив, как капитализация, мы её вынесем за скобки, потому что это высокорискованный актив, мы возьмём, типа, Виктор Зубик, физлицо, да. Почему у меня основная часть в жилой недвижимости? На самом деле, если так, вопрос, не всё в жилой недвижимости, я последнее время перекладываю деньги в нежилую недвижимость, в апартаменты. Почему? Нет льготной ипотеки, нет этого хайпа раскачанного, локации близко к центру, это, в основном, внутри трёшки, хорошие, классные клубные апартаменты, частные, там, проекты, у них выше арендная доходность, то есть, апартаменты сами по себе ниже стоимости. Да, у них дороже ипотека, да, у них нет всех этих вот преференций, про которые сказал, но в моём понимании, рынок профессионалов. Да, он более рискованный, да, то есть, я не говорю вот как бы, но, допустим, когда человек приходит с бюджетом миллионов 30, да, мы говорим, слушайте, о, давайте возьмём там жилую стройку, жилую перед сдачей, да, и апартаменты вам в портфель, соберём вот эту историю, тогда тоже, как бы, здесь подходит. То есть, и я понимаю рынок, то есть, я там сейчас брал объекты, то есть, я брал объекты там, я в основном даже в одном там ЖК могу взять несколько, вот сейчас брали там две студии. Студия недалеко, получается, это там какая-то Дубровка, Пролетарская, меньше 6 миллионов рублей в доме бизнес-класса без отделки. Рынок сейчас по таким объектам от 10 миллионов с отделкой. И я точно понимаю, а ключи через год, я точно понимаю, что как минимум за там, за 8, 9, 10 я выйду, я скорее всего выйду по 10. Для меня, как для профессионала рынка, здесь всё понятно. Миллион 250 сейчас внёс, взнос, мне какие-то платежи там в районе 40 тысяч, потом ещё в ремонт вложу где-то там, условно, не знаю, миллиона-полтора. Да, у меня там актив, ну с процентами добавим, там было там меньше 6, 8, да, я продам их там 2 за 10. То есть, я, соответственно, заработаю с каждого объекта там по 2 миллиона рублей. Кому-то хорошая доходность, кому-то не подходит, есть примялка другая. Я просто к чему хочу прийти, то есть, вот сейчас сама философия, я не говорю, что это плохо, да. Да, да, мы не говорим, да. Да, в данном случае не про осуждение, я про собственный подход, да, то есть для меня, лично для меня, для меня важен вопрос денежного потока, который генерируется. То есть, почему я задаю вопрос, а что будет, если не вырастет, а что будет там в самом худшем случае. Мы можем сдавать в аренду. Вот сдача в этом случае в аренду доход на вложенный капитал, каков будет быть, то есть, что я услышал, да, если мы говорим о сумме своих собственных вложений в размере 10 миллионов, да, то есть там 6, 7 плюс 2, 3 на ремонт, то есть это получается 10, мы убираем рост цены недвижимости, мы знаем, что ипотеку мы платим 60 по этой квартире, 60, а сдаем за 120. Ну, давай даже 100, да. 100, то есть 40 тысяч рублей, мой чисто денежный поток, который я получаю на вложенный 10, получается 40 на 12, 485 годовых. То есть в самом худшем случае это будет 5 годовых. Как ни считай, Максим, вот как ни считай, доходность жилой недвижимости около 5 годовых выше, она только в апартаментах студиях, да, самая высокая, она ближе там к 9-10 процентов, либо там в жилой студии это там 7-8 процентов годовых, то есть там будет минимальная стоимость объекта, а аренда студии и однушки, она очень близко на самом деле к стоимости, там небольшая дельта. Вот, вот слышал. Слушай, ну давай, я предлагаю, да, зафиналить, когда покупать недвижку? Январь-февраль, это прям искренне, 24-го года, я считаю, что январь всегда, всегда хорошее время для покупки. Идеально продавайте, как его страивать. К этому моменту уже упадет все? Что такое упадет, да? Это, ну типа, будет коррекция, она станет дешевле. Чтобы у людей тоже был финал, то есть если будет откат, насколько он может произойти, прозвучала цифра 10-15 процентов. Давай, если возьмем среднюю стоимость 15 миллионов, да, а это как раз среднестическая стоимость квартиры в Москве там по аналитике Дум.РФ, то я считаю, что ценник может быть где-нибудь там 13,5-14. То есть... Когда? В январе-феврале. В январе-феврале где-то по этим суммам нужно покупать. Рассчитывать в самом худшем случае можно тогда на 5-процентную рентную доходность на вложенный капитал. С оговоркой, что все-таки удастся сдать при ипотечном платеже в 60 тысяч за 100. Это оговорка, да? И в самом лучшем случае у нас будет как минимум рентная доходность 5 процентов, инвестиционный цикл 3-5 лет и X2 на вложенные деньги. То есть из 10 мы вытягиваем еще 10. То есть на вложенный капитал со взносом до 30 процентов, на мой взгляд, реально сделать X2, да, от вложенного капитала в течение 3-5 лет в недвижимости. Это, на мой взгляд, довольно простая, понятная задача. Но если у вас нет 2 миллионов рублей, это, наверное, вот к тебе, да, поизучать фондовый рынок, посмотреть, может, облигации, стратегии накапливания. То есть как бы недвижку берут, когда деньги ляжку жгут, когда вот у тебя их там 30 миллионов или 10 хотя бы, и на 10 миллионов взять депозитов или купить облигации, ну, человеку, у которого вот пришла эта десятка, мне кажется, очень страшно. Именно поэтому выбирают недвижимость. И дальше ее нужно вот выбирать правильно, как я рассказал, да. Но как бы и те-то идеи, о, у меня есть 10 миллионов, там, я сейчас куплю 5 студий разных там со взносом по полтора миллиона рублей. Ну, ну, нет. Ну, то есть я бы не рекомендовал эти в такую историю, при том, что я топлю за недвижимость. Спасибо большое, друзья. Пожалуйста, поставьте комментарии, как вам такой формат. Я не заканчиваю. Я, как это называется, ставлю на паузу. У нас очень динамично сейчас происходят изменения и геополитических событий, и финансовых событий, и в мире, в России в частности. Поэтому не говорю, прощай, говорю до свидания. Увидимся, наверное, также в январе-феврале месяце. Тем более тут было сказано, что момент для покупки. Посмотрим, что будет складываться. Может быть, еще перенесется этот момент. Ведь спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, тоже задавайте. Соберем и вынесем это в отдельное видео. Супер, спасибо, что пригласил. Удачи, друзья. Пока-пока.